Привет парни, привет девчата, привет вам друзья, с вами вновь я Виталий, и сегодня мне хотелось продолжить разговор о физическом подтверждении или воплощении принципов плоского мира для достижения нами результатов в нашей частной жизни, общественной, социальной, культурной, творческой и так далее. В предыдущем видеоролике я говорил о том, что мы сегодня выделяем вот эту тему плоский мир и говорим уже о такой независимости этого плоского мира. И тогда, благодаря такой независимости, мы можем ясно и более четко видеть присутствие принципов плоского мира в нашем сознании, то есть как выстраивать этот плоский мир в своей жизни. Предыдущее видео было, пример был Нью-Йорк, а сегодня я хотел проиллюстрировать следующий принцип плоского мира, принцип децентрализации. То есть, сегодня на принцип децентрализации мы будем рассматривать на примере азиатской культуры, азиатского мегаполиса, скажем. Для примера я выбрал город Бангкок. Город Бангкок такой быстро растущий, город многомиллионник, мегаполис огромный. И вот именно азиатская культура хорошо показывает такое воплощение принципа децентрализации. То есть на плоском мире отсутствует стремление к центру. То есть здесь движение происходит не центростремительное, не к центру стремятся все, а наоборот, как бы центробежное. То есть уходят все от центра. Стремятся как бы расширить пространство. То есть пространства не хватает. Пространство ограничено в плоском мире. Так вот, когда мы смотрим устройство города Бангкока, мы видим там отсутствие как бы такого центра явного, как у нас в нашей российской действительности. Когда мы говорим слово центр, мы подразумеваем некий политический центр в каком-то городе. Обычно мы говорим центр города Москвы, мы сразу говорим там Красная площадь и так далее, набережная там, Кремль и так далее. То есть у нас ассоциация с центром всегда имеется, центральная власть и так далее. Или мы говорим там центр города Новосибирска, да, площадь Ленина, такая тема. И далее любой город мы берем, в нашей культуре постсоветской, как можно называть, имеется некий центральный фрагмент. И человек к этому центральному фрагменту, к центру стремятся попасть туда, в этот центр. Все люди стремятся к этому центру. В нем там в центре больше трафик происходит, больше движения в центре и так далее. А в отличие от нашей такой культуры, азиатской культуры, вот Бангкок, посмотрите, опять же мы прибегаем к помощи гугл-карты. Гугл-карта показывает нам, очень хорошо иллюстрирует то, что на карте Бангкока нету явного центра. И слово центр там используется уже как бы для туристического направления. То есть всегда на английском языке, в английской транскрипции пишется слово центр, чтобы в первую очередь сориентировать туриста западного менталитета. То есть показать ему, куда он должен двигаться. Потому что турист с запада или с России имеет такую ментальность, что в каких-то центрах находятся необходимые для посещения какие-то заведения. То есть центральный магазин, огромная линия больших мегамаркетов центральных, как их называют, они сами себе центр для примера и так далее. То есть они как бы сами себе присваивают такое звание центрального, для того, чтобы сориентировать туристов, куда им двигаться. И далее мы можем рассматривать такие примеры, как центры культурные там в Бангкоке, которые являются опять же центрами для туристического потока. А для самих тайцев такого состояния центра нету. То есть когда я искал на карте Бангкока, где же там центр, то центр образовывался в результате пересечения прямых путей. То есть в свое время решением короля Бангкока было начато строительство магистралей, затем были созданы развязки автострад и так далее. То есть была политика проведения прямого пути через Бангкок и развязки автомобильного трафика такого. В результате Бангкок сейчас имеет большой трафик движения. Движение, потоки людей, денег и так далее. То есть большое развитие имеет. То есть в плоской мире, как мы говорили ранее в видеороликах, о том, что там очень ограниченное пространство. То есть наше сознание ограничивается, закрывается. И у нас получается там состояние бесконечного времени. Так вот, мы наблюдаем здесь, в этой культуре азиатской Бангкока, что соблюдая принцип децентрализации, отсутствия центра, мы видим, что центры как бы они все разбросаны, они как бы умножаются эти центры. Такие эмоциональные центры там создаются. Культурные эмоциональные центры, торговые эмоциональные центры и так далее. Пути какие-то туристические эмоциональные и так далее. То есть это все создаётся как бы масштабирование центров. То есть центров много. Сегодня я хотел вам проиллюстрировать о том, сказать, что соблюдая правила, принципы плоского мира, которые в вашем создании создают определённую атмосферу, определённую структуру, благодаря этому ваше мышление меняется, мышление само меняется, меняются приоритеты, меняется внимание, меняется фокусировка и так далее. То есть очень много физиологических и реальных процессов в человеке меняется, когда вы начинаете следовать принципам плоского мира, как его говорят. То есть принцип там, предыдущий был принцип, это прямой линейной пути, и принцип децентрализации. Поэтому, друзья, желаю вам всех благ, успехов, счастья, здоровья. И не создавайте себе кумира, как говорилось в известном учении. Не создавайте себе кумира, не создавайте себе центр. Это имелось в виду центр, не создавайте себе центр никакой. Не стремитесь к центру. Об этом говорится в таких известных учениях. стремитесь от центра расширяйте свое сознание расширяйте свое сознание движением во времени с вами был Виталий будьте здоровы и счастливы всем пока пока